Уже много лет самыми долгожданными для десятков школьников Ямальского района являются рождественские каникулы. Со всех поселений муниципального образования в Ярселе соезжаются активные и целеустремленные лидеры. Рождественские каникулы 2018 состоялись. Первый день – день знакомства с участниками, правилами и местностью. Все проходит в игровой форме в непринужденной обстановке. Всего два правила, по которым ребята и организаторы будут жить в течение нескольких дней. Закон вольной и правила поднятой руки, то есть не опазывать на мероприятие и слушать того, кто говорит. А в остальном – полная свобода мыслей и действий, не выходящей за рамки. Сегодня мы все-таки прилетели. Долгожданная встреча состоялась. Дети рады, безумно получили массу положительных эмоций. В том числе и я также встретила доброжелательные лица. В этом году вообще поменяли все, что было в других годах. И пока не знаем, что еще будет нового, но все равно необычно. Если у нас каждый год было домашнее задание, мы готовили какие-то танцы, выступления, то сейчас ничего этого нет. И мы не знаем, что будет дальше, пугает. Давно хотела сюда приехать. И как ты попала? Какой-то отбор был у вас в поселке? Да, мы заполняли анкету и снимали визитку. И потом нас выбрали, и мы поехали. А вы тоже, да? Да, мы тоже. Мы все снимали видео, заполняли визитку. Это вообще все поселки делали. Вот такое новое правило. То есть решали не мы, кто поет, не наш поселок, а вот в Тверсалях это все решалось. А в прошлые годы как принимали решение, чтобы кто поет? То есть выбирали таких самых 10 активных ребят из поселка, сама школа выбирала и их отправляла. Творческая группа, собравшаяся из разных городов необъятной страны, старалась не дать соскучиться участникам рождественских каникул в 2018. Изобретая, можно взаимодействовать. А между понятиями творчества и креативность есть разница, отмечают в своих выступлениях ведущие фестиваля. В этом году очень большой упор идет на проектирование. Ребята будут разрабатывать проекты. Ну и плюс составляющая мастер-классов. Это ТРИС, то, что сейчас актуально и модно. Теория решения изобретательских задач. Это дебаты, то, что сейчас очень востребовано в школе. И СММ, это продвижение в соцсетях. Это такие три самые, наверное, животрепещущие, актуальные темы. Чтобы быстрее сплотить участников фестиваля, устроили квест-игру «Давайте знакомиться» на двух этажах Ямальской школы-интерната, рассчитанную на два часа. Команды смешанные. Оценивается быстрота и точность действий, и коллективная работа. Что сделать нужно? Сбеги на рыбе. На рыбе я? Я учил его с детства. Давай рты открываем, и все. Раз, два, три. Это очень сложно. Нам сначала надо додуматься, куда пойти, зачем пойти. А потом уже только делать. А это тоже времени много. То, да. Мы уже выполнили первую, пошли второй. А какую первую было? Нужно было найти правду о Кате. Место, а с местом связана надпись «Правда о Кате». Мы так же думали, но мы нашли. С Новым годом! Сопровождающая панельских ребят Ольга Романова уже четвертый год приезжает с детьми на рождественские каникулы и видит определенные результаты. У школьников раскрываются многие качества и грани, говорит педагог-организатор. Дети становятся целеустремленными и более ответственно относятся к порученным делам. Стоит отметить, что фестиваль лидеров нацелен на саморазвитие ребенка. Каждый получает массу новых знаний, массу эмоций, положительных эмоций. И каждый чувствует в себе потенциал, который необходимо раскрыть. И когда ребенок приезжает в школу, в стены школы, он чувствует себя более раскрепощенным. Раскрепощенные, живые, находчивые. Вот они, лидеры, многие из ребят, участники прошлых фестивалей. Они могут повести за собой толпу. Это была небольшая разминка перед официальным открытием фестиваля «Рождественские каникулы-2018». Приветственные слова ведущих, добрые пожелания наставников и организаторов, предвкушение чудес в ней и приветствия друг друга. Все это здесь. Желаю вам не упускать возможности. Мы это сегодня уже проходили. Желаю вам никогда не сдаваться. И желаю вам свое будущее делать самостоятельно так, чтобы старшие поколения вами гордились. Чтобы те, кто придут после вас, были вам благодарны. Я вам желаю одного, что вы сегодня сказали для себя «хочу», чтобы когда мы будем уезжать, вы сказали «все получилось». Всем успехов! Спасибо! Я желаю вам во всем видеть возможности. И там, где, казалось бы, есть какие-то сложности, получите удовольствие от преодоления того, что вы в этом процессе станете лучше. Пусть ваши мечты сбываются, но мечты сбываются, если есть дело. Я также желаю вам, возможно, здесь для себя понять, что у вас в жизни есть классное, большое, великое, доброе, светлое тело, о котором здорово мечтать. Пусть ваши мечты сбываются. Я рада приветствовать на этом форуме, и в рамках этого форума я вам расскажу, как использовать новейшие технологии в продвижении ваших проектов, и, надеюсь, вы с успехом их реализуете. Дорогие друзья, наш форум объявляется открытым! Фестиваль лидеров рождественские каникулы 2018 открыт, и уже есть первые результаты – это итоги квест-игры на знакомство. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, получают первые оранжевые футболки с эмблемой. Вечер первого дня уже был насыщен тем, что это день заезда, знакомства и открытия. Мы очень сильно заполнились, мастер-классы, они были поучительные, и в будущем очень нам понадобятся. Прекрасно, новые знакомства, достанцы бегом, мне очень нравится. Вы первый раз или приезжаете? Да, мы первый раз. Мы хотели приехать, приехать сюда. Да, мы очень хотели, мы даже очень расстроились, когда узнали, что в первый день мы не сможем прилететь, и что, скорее всего, на следующий день тоже не сможем. Мы, ну, были так и печалены, а потом, когда нам сказали, что мы все-таки летим, мы очень обрадовались. Второй день фестиваля начался с полезной и продуктивной деятельности. В этот день ребятам предстояло освоить большое количество материала, предложенного тренерами на разных мастер-классах, которые длились несколько часов. Участники фестиваля здесь разделились по интересам. Одни пытались разобраться в основах сетевого маркетинга, другие пытались освоить сложную работу оратора, а третьи оригинально решали простые жизненные задачи. ТРИС, а точнее теория решений изобретательских задач, так назвал свой мастер-класс тюменский тренер Григорий Кудашов. Здесь ребята учились видеть дальше своего кругозора и не ограничиваться элементарным выходом ситуации. Задачи бывают разные, простые и сложные, но вариантов их решения всегда несколько. Главное их разглядеть. Основная мысль была то, что нужно смотреть задачи с разных ракурсов. И когда ты понимаешь, что много решений, и надо смотреть с разных ракурсов, с разных сторон, и твой разум расширяется намного больше, чем был. Ребята пришли целевые, те, кто не побоялись трудностей, кому нравится думать, кому нравится, чтобы у них там полушария менялись местами, прокачивать свой мозг. Но мне понравились сами ребята, то, как они решали задачи, насколько они были смелыми в решении этих задач. Тренинг рассчитан на два дня, и за это время ребята должны были усвоить главное. У каждого проекта есть разные формы решения. Будущее как раз за креативными вариантами. На примерах из жизни известных людей и интересных фактах истории тренер показал участникам фестиваля, как элементарная выдумка помогает выходить из любых, даже самых беспросветных тупиков. Такой навык будет ребятам очень полезен в жизни, уверен педагог. Вообще это про жизнь, это про то, как им решать любые жизненные открытые какие-то задачи, потому что 300 – это решение открытых задач. А вся жизнь, я сегодня про это начал, это открытые задачи. Вот, собственно, об этом речь. Мне будет очень интересно посмотреть, послушать, что будет завтра. Мне очень понравилось то, как рассказывали, как преподносили материал, задачи, решения их многочисленные. Большое количество участников собрали мастер-классы СММ и дебаты. Было видно, что молодежь интересует продвижение своих сайтов и сообществ. Им важно научиться разбираться в безграничном контенте и находить самое привлекательное. В рамках практикума ребята познакомились с основами интернет-маркетинга и получили полезные навыки, которые помогут им создать свой конкурентоспособный продукт. Столь же привлекательным стал тренинг, посвященный публичным выступлениям перед людьми. Как стоять, как правильно дышать, как собраться с мыслями и не растеряться в минуту волнения. Об этом ребятам рассказывали опытные тренеры. Я много работал на проектах федерального, окружного, региональных уровней. Очень высокий уровень, скажем так, прокаченности ребят. Видно, что они много где бывали, много чего видели, пробовали. И у них у самих в школах, на местах где-то очень много всего происходит. Но достойный уровень – это здорово. То есть я работаю здесь с удовольствием, с большим. Вечером образовательная программа сменилась в развлекательной. Причем в легкой и веселой форме ребятам предстояло продемонстрировать новые навыки, полученные на занятиях с тренерами. Каждая команда получила задание подготовить танец, песню и презентацию вариантов использования простого предмета. Каждое выступление было неразрывно связано с обычной бытовой вещью, которую для команд определили тренеры. То, что получилось, оценили все вместе на вечернем мероприятии под названием «Нестандартное решение». Пьем за то, чтобы жить без слез, чтобы сердцу делось, а пьем за то, чтобы сбылось все, чего хотелось нам. Тройка, 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 тройка белых лошадей скачет, скачет, скачет по поляночке. Ну, отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Или подставку для бюджетерии. Также сделать пища для декора. Ну, все, что у нас получилось, но просто бутылки были некрасивые. А также можете вы сделать пуфик. Вообще классно будет. Магазин в Санкт-Петербурге. Грррррррр! Отожжет ищи как будто это бургер-бургер! Еду на газину уже в Санкт-Петербурге. Грррррррр! Отожжет ищи как будто это бургер-бургер! Эй, это пятая группа! И мы лучшие за последнюю тысячу лет! Все команды с заданиями справились, хоть это было и непросто. Несмотря на волнение, ребята старались понравиться своим друзьям и тренерам. А главное, получили массу удовольствия и позитивных эмоций. Каждый новый день на фестивале начинается с подведения некоторых итогов вчерашнего дня. Вручение оранжевых футболок с эмблемой отличившейся команде. Обсуждение плана работы на предстоящий день и исполнение гимна рождественских каникул. Черпайте информацию отовсюду, советуют ведущие, и она обязательно вам пригодится. Ежедневно участники фестиваля выполняют различные задания на смекалку, находчивость, полезность для себя и окружающих. Главная же тема 17-х рождественских каникул – проектирование, которое черным по белому заняло всю первую половину дня, пяти дней. Экспертом по этой теме выступил директор Института политических коммуникаций Андрей Худалеев. Основная задача ведущего – дать общее представление о том, откуда берутся проекты. И не просто рассказывать молодежи, а прежде всего понять, чем она живет, делится федеральный эксперт. По некоторым высказываниям, которые ребята там в ходе работы говорили, я уже приблизительно понимаю, как живет, имеется в мозгах, местная молодежь. Где-то она сильно отличается, в том плане, что это единственная группа, которая сказала, что замуж надо за араба выходить. Я девчонок такого давно не слышал. Но с другой стороны, не боятся брать ответственность на себя и всякая дополнительная команда начинает сами что-то делать. Говоря о проектировании, нужно понять, что из себя представляет проект и для чего он нужен. С этих слов начал беседу ведущей встречи. Рассказывая разные примеры и случаи из жизни, аргументируя доводы и утверждения, федеральный эксперт познакомил участников с проектированием. Существует несколько определений термина проектирования. В основном они характеризуют его с двух сторон – как общераспространенные понятия и с научно-технической позиции. Без чего не может состоять проект – это, например, времени, место и ресурсов, основные части проекта. Потом, это, можно сказать, даже его три грани. На проектировании мы изучаем, как правильно создавать проекты, с какой целью их надо создавать, основные цели проекта. Эти знания мне пригодятся, чтобы воплотить, можно сказать, небольшие мои проекты, которые я потом буду планировать в будущем создавать. Не менее значимой по событиям, полезной по значимости и творческой сама по себе оказалась вторая половина третьего дня рождественских каникул. Еще утром ребята разделились на команды и получили задание – разработка социальных роликов. Давайте мы сначала придумаем идею. Ну, у нас как бы есть, что машина там, да, переходит бабулька. Бабулька же переходит. Нет, нет. Бабулька же переходит, что такое здесь, чтобы пуф, не ждаешься. Едет, допустим, человек. Человек едет? Человек есть. Типа на встречу ему другая машина. Он за рулем, который болтает по телефону, обращает внимание на дорогу, занят своими делами. А там где-то на встречу или на перекрестке едет неопытная какая-то бабуля или дедуля. Тоже за рулем. Используя подручные средства и материалы, применяя дополнения из всемирной сети под руководством наставников, участники фестиваля, в течение нескольких часов готовили социальные видеоролики на разные темы. Ты пересчитываешь, а ты проверяешь. И когда вы проверили, вы должны руки пожать. Ты нюхаешься. Да нюхать они. Так, все, руки убрали все. Приси. Руки твои. Пересчитывайся. Руки жмете. Правила дорожного движения. Жестокое обращение с животными, наркомании, домашний насилий, коррупция, белая ворона, интернет-зависимость, алкоголизм и волонтерство. Девять тем для творчества и девять команд участников. Свобода мысли и действий не имеет границ. Мы снимаем ролик, я как бы главное, ну меня сделали главный, и мы снимаем ролик на тему толерантность. Мы решили сделать урок, в котором ученик будет спорить с остальными учениками и учителем о том, что толерантность – это не всегда хорошо. Ну, в общем, вот такая идея. Видеоролики участники фестиваля отсняли, смонтировали и выложили в сеть, чтобы определить победителя. По итогам интернет-голосования лучшим социальным роликом признали видео о волонтерстве. О, моя Россия, как ты красива! Рождественским вечером организаторы форума лидеров Ямальского района провели для своих подопечных День России. И здесь нет никакой путаницы, это был не тот государственный праздник, который принято отмечать в июне. Это было знакомство ребят с главными славянскими традициями. Первым обычаем выбрали празднование Ивана Купалы. Молодые люди на Ивана Купала собирались в рощах. Парни мерились силою богатырскую. Девушки плели венки из полевых цветов. Издревле на Ивана Купалу было принято прыгать через костер, тем самым очищаясь огнем от зла и дурных помыслов. Считалось, тот, кто выше прыгнет, будет счастливым. Участникам рождественских каникул тоже довелось совершить обряд очищения, хоть и через бутафорский купальский костер. На Ивана Купалу девушки запускали свои венки по реке в надежде узнать, встретят ли они свою любовь в скором времени. Парни же, кто посмелее, искали в купальскую ночь цветок папоротника, который, по легенде, сулил невиданное богатство. Ну и какие русские гуляния без веселой игры. И красиво, и стройно, круглолица и бела, женихов полным-полно, но сердечко отдано милому Ванюше. Мамочка, послушай, как быстро время-то летит. Дочка уж совсем взрослой стала. Пора и косы заплетать. Отдавай, отец, девицу. Буду я на ней жениться. Старшие товарищи школьников, педагоги и студенты инсценировали обряд сватовства на Руси. Такой опыт понравился всем. Елена Худи, педагог из Нового Порта, на рождественских каникулах впервые. Девушка отмечает, нет ни минуты свободного времени. Все, но уходит на познание чего-то нового и полезного. Даже в подготовке ко Дню России участники форума оттачивали те навыки, которые им прививали на протяжении нескольких дней тренеры и преподаватели. Сегодня команда взрослых участвовала в представлении. Мы показали свое мастерство и также познакомились с обрядами, традициями. Это очень интересно. И проверили свои возможности. И это действительно нужно. И было необходимо нам. Теперь мы чувствуем себя очень хорошо на сцене. Не боимся. Много традиций нам известно, так как активно ведется работа в этом плане. Но для нас сейчас была некая новая форма подана. Мероприятие, как его можно правильно организовать. А также вот эту форму мероприятия, которая сейчас проведена была, ее можно использовать, например, даже у себя. Отталкиваться от нее. Тренеры из творческой группы «Трасса-60» рассказали ребятам о масленичных традициях, а также об известной древней потехе – кулачном бое, который обычно проводился с масленицы до троицы. Чтобы ребята смогли проникнуться такой русской забавой, им предложили побороться, но не на кулаках, а использовать адаптированный вариант – бумажные снежки. Раз, два, три, поехали. Главное – учи вовремя. Друзья мои, мы ведем огонь только из крепости. Только из крепости ведем огонь. Я думаю, что можно так оставить часа на три и идти спокойно заниматься своими динами. Ну, сегодня мы вот как бы пели песни, танцевали, вспоминали старые обряды. Например, вот как сватались раньше, как венки пускали, как в ручеек играли. Через костер прыгали, в снежки играли. Можно сказать, вспомнили все традиции, которые раньше были. Я поучаствовал во всех традициях, и мне понравилось в снежки кидать. Можно сказать, очень веселая такая традиция. Такая игра веселая. Да. А еще понравился ручеек. Я сегодня узнал о традициях наших предков, славян. Какие были у них обычаи, традиции. Да. И я являюсь истинным патриотом нашей страны. И поэтому для меня очень важно. Было очень интересно узнать что-то новое. Я очень рад, что я попал на эти рождественские каникулы. Организаторы постарались на славу. И все очень классно. Традиции я эти знала. Их как бы не помешало бы как раз повторить. Повторила все песни. Даже некоторые были для меня новые. А так понравилось больше ручеек. Моя любимая. Я открыла для себя много нового. Узнала. Мы с ребятами делились опытом. То есть мы передавали им что-то, и они нам. То есть это было очень круто, супер. И мне очень понравилось. Эти рождественские каникулы были самые лучшие. Рождественские каникулы Так у ярсалинских лидеров родился проект под простым названием «Велопрокат». Наш проект с помощью велопроката сможет занять ребят и даже взрослых. Идея заключается в том, что люди берут велосипед на прокат. Соответственно, за некоторую сумму таким образом проводят свой досуг с пользой и друзьями. Часть собранных денег мы будем переводить на счета ямальских благотворительных фондов. Но помимо обычной езды мы будем организовывать различные мероприятия. Например, как велогонки с различной тематикой. А также квесты и марафоны. Другие ребята обеспокоились чистотой русского языка, а именно повышением культуры речи у школьников. Лидеры из сел Новый порт и Салимал решили помочь своим сверстникам бороться с использованием нецензурной брани в речи. Проблема заключается в том, что у всех школах есть ребята, которые используют нецензурную брань и не умеют грамотно говорить. Наша актуальность – это ребята проводят много времени в социальных сетях, тем самым не следя за речью. По статистике ребенок в среднем проводит в интернете около пяти часов в день. Также со следующего года в ОГЭ вводят собеседование. Девочкам было ближе направление танцев, и они предложили проводить фестиваль для всех ребят Ямальского района под названием «Танцующее небо». Мы хотим, чтобы молодежь нашего Ямальского района имела здоровое и интересное увлечение, чтобы она могла благодаря выступлениям ездить в другие города и регионы, общаться в социальных сетях или вживуюсь с другой талантливой молодежью России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Так получилось, что в Ямальском районе еще не было похожих проектов. В нашей школе есть много ребят, которые хорошо танцуют, но они не могут самореализоваться, поэтому мы хотим дать им этот шанс. Возможно, именно наш фестиваль поможет некоторым найти свое призвание. Также наш проект решит такую проблему молодежи, как некуда сходить. Вместе со школьниками свои проекты презентовали и представители рабочей молодежи. Идеи взрослых отличались строгостью и касались серьезных сфер жизни. Так Олег Вануйта предложил создать школу правовых знаний для населения, ведущего кочевой образ жизни. Основные цели – это разработка методических материалов, куда будет встать перечень предоставляемых год по жилью, по образованию и по соцзащите. Также будет входить правильность оформления документа. Проект Дмитрия Щепкова «Чумовой юрист» перекликался с идеей предыдущего оратора Олега Вануйта. Эксперты предложили им объединиться в реализации своих проектов. Такую цель в процессе обучения преследовали и тренеры – научить участников, находить единомышленников и партнеров, а также дать возможность высказаться не только школьникам, но и рабочей молодежи. Мы хотели изначально, чтобы это были совместные какие-то команды, и взрослая молодежь делилась опытом с молодежью, но они оказались в той же самой положении, что в свое время никто с ними не занимался, они тоже не знают никак писать проекты, никогда в жизни не защищались. И для большинства сегодняшняя защита была тоже первый раз в жизни. И поэтому в данном отношении они были абсолютно на равных условиях, и даже и выступления у них были приблизительно одинаковые, даже у некоторых школьников поярче, потому что многие там школы лидеров проходили, уже имеют опыт. Нет, но для ребят, которые выступали от рабочей молодежи, это возможность не только реализовать вот свой проект, а в данном случае приобрести какие-то важные для себя навыки, которые, к сожалению, были упущены в возрасте, когда они еще учились в школе. После всех выступлений, а их было около 20, эксперты подвели свои итоги, которые обещали озвучить на закрытии фестиваля лидеров. Однако главный наставник ребят по проектированию Андрей Худалеев согласился поделиться с предварительными результатами работы с нашей съемочной группой. Потом требовать от детей, в данном случае, результатов максимальных, это было бы некорректно с нашей точки зрения. И наша главная задача была, чтобы они первое сформулировали то, что они хотят, второе, то, что они проекты предлагали, мы изначально это делали, а реализация этих проектов, она была на территории Ямальского района. И третье, наверное, самое главное условие, что этот проект они будут делать сами. Вот эти три задачи мы успешно решили. Не всегда фестиваль «Рождественские каникулы» – это веселье и беззаботность, присущие подросткам. Иногда это разговоры об истории памяти, особенно в то время, когда об этом обязательно говорить с молодым поколением. Провести с лидерами патриотическую беседу организаторов подтолкнул на шумевший случай с нашим земляком, школьником Колей Десятниченко из Нового Уренгоя, который выступил в Германии в Бундестаге со своей речью о погибших немецких солдатах во время Великой Отечественной войны. В противовес докладу ямальского школьника Андрей Худалеев привел выдержки из речи Даниила Гранина, российского писателя и участника Великой Отечественной войны. У меня есть речь Даниила Гранина, когда он выступал в Бундестаге в 2014 году. Он выступал по такому простому поводу. Это была 70-е годовщина снятия блокады Ленинграда. Я попробую что-то воспроизвести. Вот здесь как раз говорили о солдатской правде, мальчик, вот солдат, который там был, другой солдат. Я рассказываю сейчас об этих подробностях, которые связаны с моим личным солдатским опытом. И вообще, выступая не как писатель, не как свидетель. И выступая скорее как солдат, участник тех событий, о которых знают немногие. Речь у него начиналась почти так же, как у ребят. Мне хотелось бы поблагодарить господина президента, председателя и все руководство Бундестага, депутата за любезное приглашение выступить сегодня здесь. Такой знаменательный, во всяком случае, для меня день. Сегодня у нас в Петербурге идут на Пискаревское кладбище. Это одно из таких символических кладбищ города. Идут для того, чтобы вспомнить и отдать должное всем погибшим под блокадой. Речь советского солдата в Бундестаге была беспощадной. Он не говорил об историческом примирении немцев и русских. Он поведал о чудовищных буднях блокадников, оставшихся на 900 дней не только без топлива и продовольствия, но и без воды, канализации, электроэнергии и отопления. Не только рассказами очевидцев, текст страшных событий пытались затронуть глубинное в слушателях. Организаторы этой встречи показывали они и наглядно ужасы войны в видеороликах. Но, к сожалению, этим прониклись немногие. И у меня при любой ассоциации с Великой Отечественной войной, у меня впитано на уроках истории, от того, как меня родители учили. Я слышу песню «День Победы» и у меня слезы. А у вас, я сейчас смотрела, когда выступала, особенно когда там такие моменты, у вас безразличие на лице. Абсолютно. Почему? Почему вы не... Да, вы всегда сейчас сыты, у вас все хорошо, у нас нет войны, у нас достаточно много денег, чтобы там, ну, грубо говоря, содержать себя. Просто представьте, каково тогда было. Про то, что всем было все равно, мне кажется, это неправда. Вот я сидела, мне было обидно, мне было больно, мне было сострадание. Я не бесчувственный человек, я понимаю. И, возможно, большинство, да, есть, которые сидели там, тупо разговаривали, да, но это не все. Разговоры об истории политики с молодежью в наше непростое время, помимо школьных уроков и бесед в семье о памяти страшной войны, сегодня нужны, как никогда раньше. Пример с Колей Десятниченко это доказал. Сейчас именно в силах взрослых заранить в умы подрастающего поколения семя ответственности за свои поступки и решения, семя уважения к истории своего народа и своей страны, семя сострадания и понимания. Ведь именно эти дети уже завтра станут взрослыми и встанут у руля России, каким будет будущее, которое они сотворят. Вроде как на войне-то мы победили, победа была-то военная, воевали-то мы с идеологией. Прошло 70 лет, мы начали проигрывать эту войну. По одной простой причине. Мы слишком поверили, что то, что достигнуто нашими дедами и прадедами, за это не надо воевать. Оказалось, надо. Воевать иногда приходится насмерть. Потому что, да, борьба за мозги, она, наверное, самая тонкая, самая тяжелая и самая затратная. Потому что человек, у которого что-то по-другому, он передаст это своим детям и внукам. Вы сейчас, вы все участники серьезных процессов. Вот то, что сейчас в ваш ум, в ваше сознание внесется, то, что вы разрешите внести в свое сознание, с тема будут вот то, что, сказали, работать. Имейте собственное мнение, проверяйте информацию. Не позволяйте, то, что сказал Михалков, заставлять себя платить и каяться. Это наша страна. Наша страна. Это наша история. Это наша победа. Все хорошее, рано или поздно заканчивается фестиваль «Рождественские каникулы» не исключение. За пять дней ребята не только узнали много нового и полезного, но и применили свои навыки на практике, а также завели друзей. Теперь настало время подвести итоги. Прошла неделя, а кажется, что гораздо больше. Это от вас зависит, неделя или гораздо больше. Или гораздо меньше. Я рада, что многие из вас получили то, что хотели. Я рада. Если вы не упустили возможности, и напоминаю, никогда не сдавайтесь. Продолжайте. Если вы верите в свое дело, делайте. И пусть оно будет на благо. Спасибо вам за работу. Вы за эти пять дней просто напитались энергией от наших организаторов. Да? Да! Нет, плохо напитались. Да! Ну и у меня миссия сегодня вручить вам, можно так сказать, ну, формально, для формальности, но вам данный документ потом пригодится в будущем. Сертификаты участников всем, кто присутствовал, присутствовал, кто непосредственно участвовал и кто активно участвовал. Педагоги, которые приехали в Ярселе к лидерам Ямальского района, сделали все возможное, чтобы рождественские каникулы 2018 были интересными и надолго запомнились ребятам. Но помимо уникальных знаний, позитивного настроения и дорогих сердцу воспоминаний, организаторы подарили всем участникам сертификаты и памятные сувениры. А каждый тренер отметил наиболее активных. У каждого человека в жизни наступает момент такой, когда он понимает, и чем раньше наступает, тем лучше. Он понимает, либо я отдыхаю, либо чему-то научусь, что мне пригодится в жизни. И мне бы хотелось, чтобы вот это мероприятие, именно в этом году, не для всех, потому что каждый делает выбор сам, оно стало не просто вот прошли рождественские каникулы, закончились, а стало каким-то новым этапом в жизни, который, наверное, поможет понять, кто я в этой жизни, чего я стою и что я могу сделать. Я хочу отдельно поблагодарить, так как мы получили тот результат, который, знаешь, что часть участников рискнула, некоторые впервые в жизни представят то, что они хотят сделать для лучшего будущего Ямальского района. Для них отдельное спасибо. Поблагодарите и те, кто за счет проекта. Наверное, первый раз мы не подводим итоги и не говорим, что, ребята, давайте мы сейчас наградим лучшие проекты и так далее, это очень правильно. Почему мы не оценили проекты? Потому что проекты можно написать, вопрос, где делать кто будет. И первые оценки, я думаю, что мы увидим через два месяца. И вот только те, кто покажут свое стремление, действительно не обманывая всех остальных, которые мы сегодня рассказывали и звали в свои проекты, вот, наверное, те люди будут заслуживать лучшего будущего не только в Ямальском районе. И я желаю вам успеха на вашем трудном, но благородном пути. Спасибо. Когда меня позвали сюда, я думала, что никто не знает об СММ здесь вообще. Но были те ребята, которые меня восхитили, и они сделали свои шаги именно в своих группах. И, в общем, они не остались незамеченными. Это Хонышева Алена и Буацер Атета. У меня на мастер-классе было не так много, может быть, людей. Ну, наверное, человек 15. Но это были очень достойные люди. Это люди, которые показали, что они умеют думать, умеют размышлять, умеют принимать ответственные, взвешенные, умные решения. И я очень верю, очень надеюсь, что у этих людей большое будущее. И сюда я приглашаю Спорышев Роман. Абайдулин Субударев. И Прохоров Александр. Александр добил меня пауком, который ползет по облаку телесного цвета. У него большое будущее. У Александра с такой фантазией. Субударь тем, что тщательно записывал и единственный, кто написал мне ВКонтакте и попросил материалы. Хотя у всех была такая возможность и роман, потому что каждый день подходил, ко мне спрашивал, когда будем в «Каркасон» играть. Когда будем в «Каркасон» играть. Ну, придется приехать еще раз и сыграть в «Каркасон». Книги подписаны. Это книги, которые сделают вас сильнее, сильнее сделают ваш мозг, ваш интеллект. Читайте сами, делитесь с другими. Своих инициативных подопечных отметили и тренеры из творческой группы «Трасса 60». Ребята не забыли поблагодарить своих наставников, которые так многому их научили. К нам приехали действительно замечательные люди, которые действительно знают того, что мы не знали, поделились с нами опытом. Я не знаю, откуда они это все берут, но они реально делают нечто, просто реально, как нам говорили, просто вытаскивают мозг, переворачивают его и обратно засовывают. Это так и сработало, действительно. То есть человек сам меняется. Я на себе это уже поняла. Это были самые замечательные дни, проведенные с ними, с вами, с организаторами, с сопроводами, с вами, со всеми ребятами. Я вас очень сильно люблю, я не знаю, как я с вами буду расставаться. И хочу большое спасибо сказать всем, всем-всем, кто это организует, кто этот составлял проект «Рождественские каникулы». Это действительно замечательно. Фестиваль лидеров Ямальского района «Рождественские каникулы-2018» стал по-своему уникальным. В этом году организаторы насчитали около 90 участников, из которых 70 человек – школьники и 20 – студенты и рабочая молодежь. Задачи, которые ставили перед собой педагоги и руководители смены, были достигнуты. Во-первых, мы дали старт очень хорошему направлению, новому направлению, которое актуально среди молодежи. Это умение проектировать, то есть излагать свои идеи в проект, умение просчитывать риски, умение понимать, какой необходим ожидаемый результат. И самое главное, что лично каждый молодой ямалец может для реализации проекта сделать. Мне кажется, это очень здорово получилось, потому что молодежь настолько креативная, настолько эрудированная, она просто схватывала все на лету. Режим был действительно очень плотный, мы занимались с 10 утра и до 10 вечера, но было настолько интересно, никто не пропустил. Ну а что о «Рождественских» говорят сами участники, лидеры Ямальского района. Для каждого из них каникулы стали большим открытием и толчком к познанию. Я научился работать в команде с ребятами, которых вообще не знаю. Я научился решать задачи не только с помощью простых вычислений, но и с помощью логики. Не только банальной, но еще и, как говорил Григорий Кудашов, продвинутой. Для меня самым близким является все-таки сценическое движение на сцене, ведь я люблю выступать на сцене, у нас есть кружок театральный, штем, школьные театральные миниатюры. И вот для меня было полезным то, что я впервые узнала, что на сцене нельзя сидеть в юбке на стуле. Было новое, научилась правильно выносить стулья, что должно быть на сцене, что не должно быть на сцене. И как правильнее построить само мероприятие, большое или же маленькое. И поняла, что у нас в школе слишком много ошибок в таких мероприятиях. Ну, как получилось, я отличился в области мероприятий, в театральной области, получается, которую преподавала на тренингах или мастер-классах группа Трасса 60. Ну, группа из Смоленска. Там я ходил на мастер-классы по сцен-движению и структуре мероприятий, а также структуре презентации. Ну, здесь можно найти много друзей, много нового узнать, тут много тренингов, и они все разные. То есть ты можешь пойти туда и узнать это, и можешь пойти туда и узнать это. Ты развиваешь лидерские качества, то есть становишься лучше, делишься информацией с другими. Больше всего меня заинтересовало то, как мы учились доказывать свою точку зрения. То есть мастер-класс у Трасса 60, взят дебаты. Это было очень интересно. Тебе дается тема, ты доказываешь свое «за» и «против». И это было очень интересно между собой так рассоревноваться. Конечно, я чувствую грусть, что мы все расстаемся, но я надеюсь, что мы встретимся очень-очень скоро и также проведем вместе в веселое время. Если ты одновременно грустишь из-за того, что уезжаешь и одновременно весят, то, что ты пробыл здесь и получил много информации, ты можешь поделиться ей с другими. Надеюсь, что в следующий год я тоже попаду и буду ходить. И надеюсь, люди, которые были здесь, тоже будут рядом. У меня есть всего лишь три слова. Хочу все повторить. Много друзей завел? Да, много. Будешь скучать? Конечно. Вообще тебе грустно сегодня, что заканчивается Рождество? Да, грустно. Ну, помаши в камеру, передай мне привет своим друзьям. Привет моим друзьям. Я буду скучать. Впереди у ребят учеба. Все они разъедутся по своим поселкам, но никто не скрывает. Будут скучать по своим друзьям и с нетерпением ждать встречи в следующем году. Уже на 18-х по счету о рождественских каникулах. Дарья Зимина, Егор Коньков, Ямальское телевидение, Ерселим. Собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин